Личный прием граждан – неотъемлемая часть депутатской деятельности. Среди жителей такой формат общения пользуется большим спросом. Зачастую обращение граждан к представителям законодательной власти – чуть ли не единственная возможность решить насущный вопрос. Например, Сергей Головлев из Вырубова никак не может добиться снятия с него обвинений в хищении чужого имущества. Дело было сфабриковано сотрудниками компании «Рольф» и правоохранительными органами. В итоге против меня, технического директора, было возбуждено уголовное дело якобы о хищении имущества. На самом деле это были списанные запчасти, которые вывозились на мусорку, так скажем. Оксана Пушкина пообещала донести ситуацию до председателя Следственного комитета России и решить все в ближайшее время. За помощью к законодателям обратилась и учительница музыки с 40-летним стажем из Барвихи. Я на третьем этаже живу, и в самой маленькой комнате протекает карниз, протекают стены в трещинах. Вам нужно идти вообще невозможно. Все в черном грибке страшно. Депутаты взяли дом под свой личный контроль. В ближайшее время состояние помещения оценят специалисты. Посодействовать в получении российского гражданства с такой просьбой обратился Валентин Филатов из Донецка. Я считаю, что этим людям, которые приезжают к нам в связи с драматическими ситуациями в их жизни, не зависящие от них, конечно, нужна зеленая дорога. Я буквально им ничем не могу помочь, потому что существует закон, и закон для всех един. Но поднять этот вопрос, инициировать его в Государственной Думе, в соответствующих комитетах, конечно, это делать необходимо. На приеме побывала целая группа обеспокоенных родителей. Одинцовский клуб по организации досуга детей и молодежи «Изумрудный город» на сегодняшний день находится в затруднительном финансовом положении. Более полусотни детей с ограниченными возможностями здоровья могут лишиться помещений. Есть вопросы по детям-инвалидам. Безусловно, это неправильно, когда поднимается аренда от собственников помещений в связи с экономическими ситуациями, и страдают от этого дети. Это неправильно. Депутат Госдумы пообещала по этому вопросу встретиться с Андреем Ивановым, чтобы обсудить дальнейшую судьбу центра. В Одинцовском районе приемы Оксаны Пушкиной проходят каждую последнюю неделю месяца. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков встречается с избирателями два раза в неделю. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.